Здравствуйте, уважаемые учителя! Сегодняшнее видео посвящено последнему уроку модуля «Текстовый редактор». На сегодняшнем уроке мы ознакомим учеников с облачными приложениями, а в завершении выполним указанные упражнения с помощью облачных приложений и покажем, как их разместить на Марсе. Как видите, первые 45 минут этого урока посвящены облачным приложениям. Мы демонстрируем ученикам разницу между оффлайн и онлайн приложением. Далее предоставляем им логины и пароли от их Microsoft аккаунтов. Как видите, наше имя пользователя состоит из нашего имени пользователя с Марса собачка-студент.edu.az, а пароль это QWERTY, нижнее подчеркивание, пароль с Марса. С данной формой можете ознакомиться с помощью слайда. На последующих слайдах вы можете ознакомиться с гифами, предоставленными для учеников. Для более детального ознакомления с облачными приложениями и аккаунта Microsoft рекомендуем просмотреть видео в начале презентации. На показанных гифах продемонстрировано, как войти в Microsoft аккаунты, а также как предоставить доступ к выполненным заданиям. В течение следующих 45 минут мы ознакомливаем учеников с заданиями. Как видите, упражнения состоят из трех уровней. Ученик, выбравший первый уровень задания, на его основе должен создать таблицу и список. Ученик же, выбравший второй уровень задания, в процессе выполнения задания должен создать таблицу, список и использовать виды форматирования. В случае, если ученик выбрал задание третьего уровня, задание даем не мы, а сам ученик придумывает это задание, и его решение нужно использовать таблицу, списки, виды форматирования и цвета. Доводим до сведения учеников, что выбранная работа должна быть выполнена аккуратно. На следующих слайдах показаны примеры заданий, которые мы демонстрируем ученикам. При выборе уровня задания ученикам нужно помочь, так как важно выбрать задание, соответствующее уровню навыков ученика. Оценка каждого уровня различна. Самый высокий балл дается за третий уровень. Когда ученики начнут выполнять задания, они могут воспользоваться примерами итоговых проектов, размещенных на Марсе. Показанные примеры размещены там. Ученик, завершивший задание, войдя в раздел «Обобщающий урок», размещает там свой линк и нажав кнопку «Отправить ответ», завершает задание. И в конце переходим к разделу «Рефлексия», то есть напоминаем ученикам все пройденное в течение данного модуля. Схемы, текст, список, таблицы. Благодарим вас за просмотр. Продолжение следует...